Ну, прям главный. За главный. Евгений Жека вывесил меня как Харпера. Харпера. Так вообще называют блюзового губного гармониста в Америке. Ну и вот к нам, когда пришла, это мода на губные гармошечки, то тоже стали так именовать те, кто играет на губных гармониках. Харпер или Харпист, кому как нравится. Ну, просто оральный гармонист, наверное, это надо правильно сказать. Вот. Ну, и раз уж я играю на таких музыкальных инструментах, то и песенку первую, так сказать, заглавную такую же и поставим. Есть у меня гармошечка, точнее сказать, была. Я блюз на ней наяревал, и джаз, и все дела. Еще сыграть просили Родные и друзья. Гармошечка, гармошечка, гармошечка моя. Гармошечка, гармошечка, гармошечка моя. Играл я на гармошечке, Игорюшка не знал, Но в драке с хулиганами Гармошку потерял. Они просили Мурбук, Ее не знаю я. Гармошечка, гармошечка, Гармошечка моя. Гармошечка, гармошечка, Гармошечка моя. Но я, упорный паренек, Я денег накоплю И новую гармошечку Когда-нибудь куплю. И все, что не попросите, Для вас сыграю я. Гармошечка, гармошечка, Гармошечка моя. Гармошечка, гармошечка, Гармошечка моя. Гармошечка моя. Гармошечка моя. Гармошечка моя. Гармошечка моя. Спасибо! Примерно так. Но разговор сегодня будем вести в основном о губной гармошке, так как этот инструмент такой для нашего города вполне необычный. Это не гитара, каждый третий гитарист. Как вообще пришло увлечение этим инструментом? Этот инструмент давно нравился, смотрел передачу какую-то по телевизору. Раньше единственный способ получения информации это телевидение. И там играл какой-то мужчина на гитаре. И у него было специальное устройство, в котором была закреплена гармошка. И он одновременно играл, пел, но когда не пел, то играл на губной гармонике. И меня что-то это так зацепило. Ну, первая гармошка попала ко мне где-то на рок-классе в девятом. На гитарке я уже тогда играл. У меня был школьный ансамбль свой. И вот дома, а вот этой штучки не было, холдер называется, держатель для гармошки. Что делал? Ну, как бы инженерная мысль работает. Я гармошку приматывал изолентой к спинке стула, сам садился на диванчике вот так вот и пытался играть. Но гармошка была отечественная, сифонила, пропускала воздух, звук извлечь нужно было, аж голова кружилась, надышишься. Ну, и ничего не получилось, в итоге это все дело пропало, и уже полноценную губную гармонику я себе купил в 2006 году, то есть это уже и студенчество прошло, уже во взрослом, ну, мне было 45 лет, я купил себе первую губную гармонику. Вот, с той поры и играю уже, ну, считайте, вот 16 лет прошло. А сколько вот ушло времени, можно вам эффект выключить? Да, можно. Что вы вот, да, да, что вы вот поняли, что вы овладели этим инструментом. Ну, черт его знает сколько времени. Сколько часов надо потратить? Ну, это как обычно, 10 тысяч часов надо потратить на любое дело, чтобы почувствовать себя профессионалом. На гитаре ты играешь, там, или на каком-то другом инструменте, а уж эти 10 часов, тысяч часов, вас что вырастить, ну, если по три часа каждый день заниматься, то за год получается тысячу-десять лет, да? Ну, вот где-то к тому, ну, либо надо больше заниматься, и все. А вы себя считаете профессионалом? Ну, как бы, нет у меня профессионального музыкального образования, школу музыкальную я бросил, потому что не по тем программам учили, ничего. Я лобать хотел, они меня по классической программе погнали, там, этюды, черни, все эти дела. Как бы, я понимаю, да, что аппликаторные навыки нарабатываются, еще, наверное, это полезно, но хотелось как-то сразу, чтобы вот, и пошел. Вот, и я это дело бросил, в восьмом классе купил себе гитару, и вот, а после гитары у меня уже пришло какое-то понимание в голову, потому что, ну, может, постарше, потому что стал. Я уже гармонически какие-то вещи стал понимать, для меня не проблемой стало подобрать аккомпанемент какой-то песни, там, еще что-то, потому что в музыкальной школе я учился по классу баяна, как, наверное, всех нас в советское время родители. Хотел папа, чтобы, что ухватил папа играть на баяне сам, и вот меня туда отдал. Ну, как бы, у нас ребята есть, неплохо играли, они такой, как бы, и ракешник уже задвигал, пятикурсники. Ну, что-то вот у них, видимо, другое, что-то как-то и пошло, а я до этого уровня не дошел. А вот потом, годика через два, я взял этот инструмент, и уже, ну, как бы, подобрать мелодию в правой руке, это как бы не проблема была никогда. Вот с аккомпанементом меня тут пробило, а там все тоже, что мимо нашего окна пронесли покойника, тоника субдоминанта, доминанта тоника. И вот, когда ты понял уже смысл всех этой нехитрой структуры, то уже потом как-то все просто, все вокруг вот этих основных функций и строится вся музыка. Ну, где-то там другие ступени обыгрываются, ну, вот, по сути, по сути это так. Ну, а профессионалам, что вот, я не знаю, когда вот стал играть на улице, для меня вот это как-то пробило, и стал ездить на джемы, и уже чувствую, что вроде, ну, его вроде тоже так думать-то могу, как ребята там играют. На гитаре так не выигрываю, конечно. Подыграть-то смогу, а вот так что-нибудь там выразить, тут надо тоже заниматься. Вот такая вот история. Ну, не знаю, сейчас, конечно, я тут единственный профессионал в киногистике, кроме меня, наверное, никто не играет на губных гармониках. Обидно то, что мне уже лет много, и хотелось бы каких-то преемников, никто не подходит. Вот, сколько лет я играю, там, уже как бы публично, и на улице, и где-то в других разных местах появлюсь. Кто-то подошел, так сказал, ну, типа, научи, я бы, как бы, наверное, не отказал. Может, думаю, группу какую-нибудь набрать, но этим деньги зарабатывать, что-то как-то не хочется. Вот, может быть, пойти к Берчиковой в центр, сказать, давай откроем класс губной гармоники. Или вот, ну, там, по укуле, это без меня, наверное, хватит тех, кто сможет научить. Вот, наверное, это... То есть, не откажете, если обратите... Нет, если я обратился за помощью, не откажу. Деньги брать не буду, а объяснить, объясню. Если у человека мотивация будет, то, в принципе... Ну, у меня вот были... Если у человека есть какой-то музыкальный бэкграунд, то год-два, и он вполне прилично начинает играть. Ну, по крайней мере, вот по блюзу там, это как бы там не очень все сложно. И гитаристов таких много, которые вот кроме блюза ничего не играют, пентатонику гоняют, и вроде как все в кайф. Ну, если еще съесть там в голове какое-то понимание, где что лучше сакцентировать там, и прочее, и прочее, то может уже что-то получиться похожее на музыку. Вот так. Ну, так все-таки, что такое профессиональный музыкант? Все по-разному трактируют. Ну, я не знаю. Многие просто подходят чисто вот с такой стороны. Человек зарабатывает музыкой, значит, он профессиональный музыкант. Но, с другой стороны, я знаю много профессиональных музыкантов, которые перестали заниматься музыкой. Я тоже был профессиональный музыкант. У меня был такой период в молодости, когда я учился в институте, я пошел в ДК, записался в ансамбль. И мы начали играть. Играли, играли, да игрались. Нам предложили перейти в Лен-концерт. Ну, вот, после трех лет работы, как любительского колечья, у нас в основном были ребята все из конца. Читаются листа. Я много у них научился, больше, чем все везде где-то что-то. Поют хорошо, замечательно, у всех все, никаких проблем нет. И вот, в те годы, да, в те годы мы получали, ну, смешные деньги, там, по второй категории нас протарифицировали. Я какую-то справку достал, что у меня незаконченная музыкальная школа. Вот как-то удалось, там, кого повыше была категория, у кого-то, три рубля за выход, ну, где-то 15 минут мы на сцене работаем, три рубля получаем. Ну, как бы неплохо. И летом там можно было чесать, куда-то ездить, там, создавались такие культ-бригады. В Агитпоезде, в ЛКСМ мы работали, ЦК ОКС. То есть, много тогда, как бы, да. А вот все, наш руководитель, в этом году я приехал в Питер на концерт. Фестиваль был как раз в том ДК, где была наша петиционная площадка, это ДК Ильича на Московском проспекте, КДЦ Московский сейчас называется, напротив Московского райсовета. Я пригласил нашего руководителя, он тоже Леонид Тезка мой, он консу закончил, профессиональный, 12 лет консерватории учился, уходил, опять возвращался. Ну, он говорит, если бы мне столько же денег приносил, занятия музыкой, сколько я сейчас зарабатываю, он сейчас бизнесмен. Вот и все. Профессионал он или нет? Конечно, профессионал. Мне кучу профессиональных советов написал после моего выступления, а сет отыграл там три песни. Лауреата дали, он говорит, ну, пошли, сейчас тебе расскажу. Кто-то, астенатный бас, ты что, партию всю переделал? А вот это, говорит, Кобзона, говорит, выключай, когда поешь. Ну, вот, куча таких вот мелких пометок. И думаешь, да, понимаешь, человек слышит, видит, все знает, что он. Вот, если бы такие профессионалы были. А так, не знаю, Жень, тут как бы сложный очень вопрос. Ну, образование надо, во-первых. Во-вторых, как бы, любить это дело и заниматься. Я профессиональный преподаватель. Немногие, многие, наверное, знают, что у меня как бы есть ученая степень, кандидата наук. Я там доцент. Ну и что? Ну, что теперь? Ну, как бы, я в прошлом теперь. Я вот этим, мне как бы это, оно ехало, болело. Я сейчас с молодежью общаюсь. И вообще до фонаря твои прошлые заслуги. Покажи, что ты здесь и сейчас умеешь. Тогда ты уважаемый человек в авторитете. А если там что-то, ты где-то, когда-то. Ну, это как друг из прошлой жизни. И я вот профессионал. Вроде как бы неплохо у меня получалось. Коллеги не дадут соврать. Вроде я неплохим учителем был. Или педагогом, да. Ну, выгорел. Все, кончилось. Терпение кончилось. Когда я на студентов начинаю... Ладно на студенток. А на студентов начинаю. Ну, да, и как бы уже контингент не тот. Я понимаю, что хочется чего-то другого, чтобы... Вот поэтому такая вот история. Это всегда делить на любителей и профессионалов. Это... Есть очень хорошие любители. И не знаю, я встретился в прошлом году в Ярославле в маленьком музыкальном клубе с музыкантами поиграл. Ну, думаю, ребята, кто такие? Я говорю, я не музыкант. Я говорю, вот преподаватель. А они говорят, да, да. Да мы тоже, говорит, так. Ну, я смотрю, играют так хорошо. Там клавишник, саксофонист, ритм-группа, вообще башню сносят. Потом оказалось, что за клавишами сидит Вадим Майногин. А к Вадиму Майногину, это Ярославский, да он как бы известный в России джазовый пианист. К нему на день рождения, ему 75 лет недавно исполнилось, к нему приезжал Давид Голощокин, Бутман и Кузнецов, киталист у нас есть такой джазовый. Вот они к нему приезжали на день рождения поздравить. Вот. И помимо всего этого, он доктор медицинских наук, ни много, ни мало, да. И его сын, саксофонист Стас, он раньше толстых из-за границы привозил музыкантов джазовых вот сюда. Это Рыбинск, Ярославль, Москва. А сейчас, после того, как у него инсульт случился, он вот нашел какую-то отдушину. Он уже, он лучший сосудистый хирург в Ярославской области. Заведующий кафедрой сосудистой хирургии Ярославского какого-то там университета и медицинского. И вот сейчас парень нехирургический, как бы в него ушлись, он только лекции читает, но и музыкой занимается. И тоже на саксе одной левой рукой не поиграешь. Правая вот так всегда висит. Ну, как вот на гитаре, тэппингом можно было, наверное, играть что-то. Это тоже надо. Но, тем не менее, вот человек остался. Вот такие они профессионалы. И профессионал он, если в своем деле профессионал, все равно старается такого же уровня достичь. И в чем-то, и в другом, чем он занимается. Наверное, и так. У нас трансляция лет в ВКонтакте. И тут Артем Розов задал вопрос. Прочитаю. Давайте. Вы и поете, и играете на музыкальном инструменте. А было ли на протяжении вашей жизни, чтобы вы тяготели к чему-то одному? Заранее спасибо. Ну, вот я не тяготел, а как бы гармошкой я занимаюсь последние 15-16 лет. А до этого, ну, гитара, она всегда как бы со мной, с 8 класса. Играл, пел чего-то. Ну, все знают. Если у меня здесь вот сидят мои четверо хороших знакомых. Если я спрошу, допустим, какую песню я чаще всего исполнял. Потому что вот я, допустим, отработал, ну, почти 20 лет в университете, там, в гимназии у Людмилы Дмитриевны Симоновой, тоже лет 7, по-моему. Вот эта песня, которая чаще всего исполнялась. Это старинная легенда, знаете, там, когда два монастыря, и там женщины копали, навстречу мужчин, мужчинам, и, наконец, выкопали. Знаете, туда песню? А в это время женщины копали? Да, да, да. Это то я могу. Да, давай, давай. Давайте. Как же без нее? Как же без нее? Это вот Артему Розову. Посвящается. Не посвящается, а как бы, в ответ, ответочка, да? Вот эту песню, я не знаю, что... Ну, в году я ее пел раза три каждый год. Это 8 марта, 23 февраля, и еще когда-нибудь. На Новый год. Легенду услыхав в далеком детстве, Не все я понял, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству Муж свой, женский, два монастыря. Монахам без ухода было туго, Жизнь у монашек тоже не сироп. И вот однажды, друг навстречу другу, Они подземный начали подкуп. Был труден путь до встречи на рассвете, И грустно мне, как тут ни крути. Но прокопали женщины две трети, Мужчины ж только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, И оттого я, братцы, зол и хмур. Теперь вполне понятно, что мужчины, Копнув двора, зашли напереку. Сидели дым колечками, пускали, Тробя за анекдотом анекдот. А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, Я эти штуки знаю на зубок. Мужчины, я уверен, параллельно Вели подкоп под винный погребок. Они коньяк и водочку глотали, Они шутили, лишь сова не пьет. А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, Сказав себе, братцы, нет у вас стыда. Даешь бесперебойную работу, Даешь производительность труда. Потом мужчины долго заседали, И брали обязательства на год. А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед. Не о монахах нынче я печалюсь, О них бы я и стал слагать стихи. Пускай монахи сами отвечают За их средневековые грехи. Сменилось не одно уж поколение, Кто вглубко пал, а кто-то, скажем, вширь. А нам осталась важная задача, Как имущим свести под монастырь. Вот, ну это, спасибо. Вот видите, давно не пел, не работаю уже три года. И как бы я на... Надобность мне отпала. Корпоративов нет, поэтому все так. А кто песни написал эту? Ну, два человека с нерусскими фамилиями. Которые копали. Ну, видимо, да. Вот, это слово профессионала, да? Чтобы поиграть на губной гармошке Музыкальное образование обязательно? Ну, я считаю, что, в принципе, Какая-то маломальская музыкальная теория, Она все равно нужна, понадобится. Ну, как на любом инструменте, Все равно к этому приходишь. Многие так играют, Какие-то есть там табы какие-то рисуют, Какую дырку, сколько раздунуть. Ну, это знаешь, как бы... Это не мне вам рассказывать, Сколько раздунуть и из какой дырки. А то я так учился играть. Ну, что, нормально тоже бывает. Ну, как бы, человек вроде начинает понимать. И вот, посмотрите, Все говорят, там, о, Боб Дилан, Гитара, гармошка. Ну, посмотришь, как он играет. Ну, я вот стеснялся бы так играть. А у него нормально, все аутентично. Как бы, ему достаточно. Главное, есть что сказать ему. И он хочет это сказать. У него вроде что-то получается. Нет какафонии, диссонанса нет. В той-то анализе. Там, наверное, может, и написано, До мажор. Играй в До мажоре, В любую дырку, Ду, И все будет попадать. На вдох, До, на выдох, Соль. И вот и вся гармония. А в вашей семье кто-то еще музыкой занимался? Да, у меня папа был музыкант. Деревенский. Ну, потом уехал из деревни в город. И все. И то же, как я, Он где-то лет, наверное, в 50 Купил себе балалайку, Купил себе двухрядную гармонь. А когда я учился в музыкальной школе, Он все пытался попробовать играть на том баяне, Который вот у меня был. Но так что-то ничего у него не получилось. Он пел очень неплохо. У него голос гораздо лучше, чем у меня был. Даже в молодых годах. Сейчас вообще как бы его нет. Слышать слышу, А воспроизвести уже, Как там говорил Сережа Терещенко. Мне, говорит, фальцет отрезали. Высоко петь не могу. То есть раньше был диапазон, Ну, приличный. Может было соль спеть там, Верхнюю. Ну, проходную не. А сейчас там все. Выше до Ре уже все. Уже высоко. Вот. Папа, да. Мама абсолютно не музыкальная. Дети. Дочка младшая. Вышла замуж за профессионального музыканта. Лучший во Франции боги-воги пианист. Я бы сам на таком женился. Ну, просто как бы, Ну, моя вина. Повез ее туда, На фестиваль. Она там познакомилась. Три года они встречались, Переписывались. Потом она стала ездить к нему, Когда у нее были гастроли В Украине, Или в Швеции, Или в Голландии. А потом он приехал, Попросил руки. Пять лет уже с лишним. Ну, пять лет уже мелкому. Значит, уже шесть лет она там не была в России. И теперь тоже, наверное, не скоро. И сам чувствует. Последний раз мелкого живьем видел, Когда ему было два года. Сейчас уже шесть лет скоро будет помню. То есть, А сейчас границы на замке, И пока что-то не получается съесть. Ни мне, ни супруге. Только вот видеоконференция. Ну, это так, извините. Ностальгия. Такую свою что-то. Сыграем что-то. Давайте что-нибудь сыграем. Да, про возраст я тут начал говорить. Ну, действительно, лет-то много. Как бы, Дори-то еще хватает. И катаюсь. Ну, благодаря вот этому инструменту, Маленькому, Я объездил всю Европу. Потому что в России, Как бы, культура губной гармоники Была не настолько. И каких вот таких событий, Около гармоничных, Раз в год проводили раньше фестиваль в Москве. Вот. И как бы мне этого было мало. А тогда, Как Оля говорит, Я был в силе, в здоровье, Был платежеспособен. И себя хорошо чувствовал. И мог себе позволить кататься везде. В общем, С этой гармошкой я ездил. Вот как узнаю, Где-то есть фестиваль, Туда и еду. Не важно, сколько стоит. В Англию, вы знаете, Не так просто получить визу. Вот я два раза был в Англии на фестивале. Первый раз поехал. Мы с приятелем дуэтом играли. Заняли второе место. Второй раз поехал. Мне дали такую красивую шнягу. Называется Player of the Year. Лучший игрок года. Это было в 2011 году. Ну, как бы, да. Приятно получать такие призы. Был во Франции, Был В Бельгии, В Бельгии, В Германии, Вот где делают эти гармошки, Хонеровская фирма, Они проводят раз в четыре года олимпиаду. Вот на двух этих олимпиадах я был. Ну, Последний раз, Когда я был там в 2013 году, 25 номинантов было в категории Джаз на губной гармонике. Я занял 13 место. Это всего со всего мира приезжают ребят. Я просто за такую квалификацию, как бы, был просто счастлив, что, как бы, попал в серединочку. Ну, Выше все профессиональные музыканты. Вот как Женя спросил, Таня так и есть. Ни гармонисты, Они все умеют играть на пианино, Двумя руками причем, да. Как бы, это тоже показатель. Я так тоже могу там Одной ручкой что-нибудь там В ноябре я хотел уже вот так вот. То есть, Нотки ставят, Они играют. Вот. Инструменты, Как правило, У всех Нигде ему не учат. У нас есть один в Питере Гармонист. Максим Некрасов его зовут. Он джазовый гармонист. Очень известный. И у нас, И за границей. Вот, Когда он заканчивал, То для него, Под него создали кафедру Губной гармоники. Он был единственным выпускником. Как бы, Выпустился, И все. Ну, И вот с той поры ничего. В Свердловском музыкальном училище Остался Алин преподаватель, Который ведет Класс Губной гармоники. У него очень много, Там где-то Пять студентов, По-моему, Он В год Набирает. Их ведет. Вот. Ну, А про возраст, Значит, Сейчас Следующая Песенка. Я ее Тоже не так давно Написал. Никогда не писал, Не надо было ей начинать. Называется Рок-н-ролл Шестидесятилетних. Играть не буду. Буду петь. Играть на губной гармонике. Партию Партию гитарки Записал в педаль. Чтобы руки были свободны. Потому что Надевать вот это вот, Про которое я говорил, Ермо капитализма На шею, Чтобы вот Одновременно играть И на гармонике, И на Как-то не хочется. Вот она техника, До чего дошла. Еще раз давайте начнем. Рок-н-ролл Кто в тридцать пять старичком, Мы в шестьдесят бодрячком. Рок-н-ролл Никто не верит вокруг, Что есть и внучка, и внук. Рок-н-ролл На параде серебро И бестолкает в ребро Рок-н-ролл Поем, играем для вас, Мы можем блюз, можем джаз. Рок-н-ролл А через пару каков Споем Вэй-найм-сикси-фо Рок-н-ролл На пульсе Руки держи, Покажем, что еще жив. Рок-н-ролл Рок-н-ролл Ты видишь солнечный круг, Ты видишь небо вокруг Рок-н-ролл Ты нарисуй на леске И подпиши в уголке Рок-н-ролл И пусть всегда будет мир Играть всегда будем мы Рок-н-ролл 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 Ну, понятно, что фестиваль Праздник большой Он обычно длится дня три И там как бы бывают Вечерние джемы Автопати А вообще туда многие приезжают Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе Контесты там проводят По разным категориям Вот Классика Джаз Блюз Народная музыка Вот в основном Те категории, которые на фестивале В которых конкурсанты участвуют Ну, как бы в классической Там все с листа играют Классику На губных гармониках Ну, вот Я сегодня вам еще расскажу Они разные бывают Вот есть такая губная гармоника Хроматическая гармоника Вот В отличие от этой вот маленькой На которых я люблю играть Эта гармоника Это полноценный Как бы музыкальный инструмент На котором Ни одной нотки не пропущено Здесь Есть и черные И белые клавиши Как на фоно Вот Клапан Который я здесь нажимаю Он позволяет нотку Повысить на полтона И поэтому Как бы можно играть Ну Если ты Музыкально образован Ты ставишь ноты И с листа Начинаешь играть Вот как пианист играет Так же вот на этом гармонике Ну Гармонисты Такие вот как я Непрофессиональные Да вот вы с чем приезжали туда С чем я туда приезжал С репертуаром Ну Обычно Я туда еду Где там Либо джаз Либо блюз Там как бы все попроще Я имею ввиду Особенно блюзовую И какие-то джазовые стандарты Которые Ну вот У всех на слуху Начиная там От Саммертайм Гершвина И же с ним То есть Такую вот Вечно зеленую Блюзовую Классику Можно так сказать Вот я в основном Брал тогда В свой репертуар Причем они вот так вот Постепенно приходили Ко мне Где-то вот так вот Накапливался Я сейчас их играю все Вот если Где-то Попросит меня поиграть Ну у меня такая музыка Чиловая То есть как бы Я танцевать не прошу Просто как бы Играешь Она так фоном звучит И Никаких Как бы Негативных Или как там Я не знаю Ну неприятия Ну Заходишь иногда Куда-то И вот она так вот Звучит фоном Как вот Новелками сидят Музыканты играют Или Где-то еще Вот Я в принципе Ну Самое высшее Что у меня вот было Я Одна тоже Меня так ее и звали На многие фестивали Когда приезжал уже Я был В 14-м году Я был чемпионом Эстонии И Играл две Конкурсные вещи Одну классическую Ля Донна и Мобили Джузеппе Верди Сердце красавицы Вот ее все знают Как бы на слуху Я играл на губной гармонике А там В зале все равно сидят Образованные музыканты Они если слышат У человека Как бы Ну как бы Я знаю Что Уже когда поедешь На фестивале Раз Семь-восемь Уже понимаешь Что от тебя ждут И Вторую играл Уже не первый раз Это Бесаме Муч Меня потом так и звали Леня Бесаме Муч Потому что Приезжаешь А все Будешь играть Да Давай Мы тебя Вне конкурса Уже первое место Занял Уже все Больше нельзя В конкурсах Принимать участие И Иди вот Играй Как гость Фестиваля Вот Собственно Вот Такой вот Понятно Да По репертуару А много Российских Музыкантов В фестивалях Вы встречали Германистов Ну Вот Впервые я поехал В Германию На самый большой фестиваль Нас поехало Из России Было четверо Но я не был Участником Фестиваля Я был просто Зрителем Визитором Мне дали Вот такой Бэджик Что я везде У меня такой Вездеход был Я везде мог ходить Бесплатно Но Как бы Принимать участие В конкурсе Я не заявлял себя Как участник Консульсант Просто Как бы Для этого Нужно За два месяца Отправить заявку Написать Все Потому что Там Целая система Там Готовят Большие Буклеты Все фамилии Что играешь Там Чего Как Куда Я как бы Побоялся Чувство Как бы Не очень Уверенный В себе Человек Как бы Не завышенная У меня Самооценка Адекватная Скорее И я так А потом уже Через четыре года На следующий фестиваль Уже поехал Уже заявился Ну и думаю Я уже знаю Знаю Я посмотрел Что теперь Как бы Все хорошо В Эстонии Первые четыре года Я был вообще один Я был первый Российский В десятом году Я приехал в Эстонию Взял третье место И играл что-то Вот Love me tender И все Вот одну песню Сыграл Мне говорят Надо две Я говорю Ну не знал Что две Давайте вот так Ну как бы Дали третье место И потом Потом мне сказали Ты никогда не займешь Тут никакого места Выше третьего Потому что второй раз Я тоже был третий Третий раз Я приехал Тоже был третий Нужно иметь Прибалтскую фамилию Тогда ты будешь чемпион Ну в итоге Вот в четырнадцатом году Я такие Ну там были мои друзья Французы В жюри сидели И итальянцы С которыми я познакомился Во Франции И в Италии И они меня уже знали Они говорят Олеонин там Привет Я поиграл И все Как бы Вопросов нет Все чемпионы То есть Без фамилии Да Без фамилии А потом После меня еще Был Сергей Кузнецов Из Ярославля Очень хороший гармонист Он саксофонист И был Алексей Кормин Играет в Зимовье зверей На губной гармонике Он тоже Как бы Был чемпион И все пожалуй Вот Ну а сейчас Какие-то имена Можете назвать Ну вот Которых вы реально Оцениваете Как губной гармонист В России Да в России Ну у нас есть Борис Плотников Он играет у Маргулиса В группе Очень сильный гармонист До него играл Другой гармонист Его зовут Михаил Владимиров Ну они С Маргулисом Разошлись По каким-то Политическим убеждениям Расстались Не по творческим Вот И Вот это Два самых сильных Московских гармониста Ну в Питере У нас Я уже называл Имя Это Макс Некрасов Он джазовый Гармонист Играет Джазовая филармония Раз в месяц Наверное У него там Хороший концерт Бывает Ну и так Он еще Экспериментатор Много педалей Крутит Там Вот такую музыку Техно Там Я не очень понимаю В этом Во всем Но он такие звуки Наруливает Космос просто Не знаю Как Че он дует Перед тем Как дует В гармошку Но накручивает Он там здорово Вот И Ну Блюзовых Довольно много Сейчас вот Молодой Николай Рогозин Он уже Резидент Клуба Хендрикс Там же играет Михаил Новиков Николай Волков Это вот Питер В Москве Чуть побольше Там Еще Мишуриса Играет Сам Ливан Ламидзе Играет На гармошке Ну В общем В общем Есть Наверное Десяток Хороших гармонистов У нас В России И есть Причем Не только В Москве И в Питере В Ярославле Очень хороший Гармонист Живет В Свердловске Ну В бывшем Свердловске В Екатеринбурге Вот Собственно И все И вот В Кингисеппе Вы сказали Что На первый фестиваль У вас четверо было Я помню Что вы рассказывали На радио Что Вы первый Кто собрал Ну Какой-то движняк Да Из Гармониста Да В Питере Когда я Начал заниматься Грудной гармоникой Когда это движение Было совсем Не организовано И я Чтобы как-то Ну Все равно Хотя интернет Тогда был Еще очень медленный Ничего там Не скачать Ни школ Ничего не было Материалов Такого количества Как сейчас Конечно Не было И я Стал ездить На сборы В Москву В Москве Собирались Губные гармонисты Там их был Такой есть Петрович Блюзовый гармонист Такой он Петрович Бентон Старый блюзмен Вот Они собирались На чистых прудах Там их наверное Человек 10 было И я ездил туда Садился здесь На паровоз В пятницу вечером После работы Ехал в Москву Там тусил с ребятами А в воскресенье Возвращался Чтобы на работу Потом Вот А потом А почему Вроде в Питере Тоже есть В Питере Леша Заморский Есть такая группа Биг Блюз Ревайвал Сейчас там Другой уже гармонист Леша Перестал играть На губных гармониях Он сейчас летает В трубе В аэродинамической Стал мастером спорта По Полетом У меня У меня 63-0-0-0-93 Я даже помню Свою идею И вот И вот тогда Мы собрались Списались Организовали группу Вконтакте И стали собираться Я Наверное Года три Руководил этим движением Каждое лето Мы собирались В парке Екатерингов Это на Нарской Там ротонда Есть на полуострове В таком Пруду И вот там Собирались Гармонисты Из них Много выросло Чего Действительно Я был Как бы Родоначальником Вот этой движухи Все бегали Так вот Качали Леонид Леонид Маленький Такие еще Сейчас все Стали большие Хорошие музыканты Вот из них Наверное Человека Три-четыре Сейчас такие В основной Блюзовую Тусовку Там в Питере Наполняют Кстати Кирилл Поляков Кто к нам Приезжает Тоже из Туда Приходит Ко мне На эти сборы Но он Бросил Быстро Гармошку Стал На басу Потому что Гармонистов Там заниматься Надо А на басу Не надо Да нет На басу Как ты понимаешь Вот чем еще Особенность Этой гармошки В том Что Ты не видишь Что ты делаешь Она у тебя Во рту Даже Отверстие Ты не понимаешь Как Если на фоно Там видно На гитаре Худо-бедно Видно На гриф Можно посмотреть Здесь Никуда Ничего Не посмотришь Это все Тактильные Какие-то Ощущения Такой инструмент Скажем Очень странный Не очень Гигиеничный Потому что Там валяется Потом в рот Тянешь Как ребенок Но говорят Что Среди гармонистов Мало кто Болел ковидом У нас Такая статистика Потому что Всякую заразу Уже Как бы Нехорошо Считается Что Там трубку Не дам никому Говорят Коня Коня Трубку И жену Вот А гармошку Пришли Гармонисты А вот я Новую гармошку Дай На Нормально А этот Курить Потом И дождь Чувствую Пахнет Табаком От гармошки Моей Думаю Кто-то В нее Надышал Споял Что-нибудь Давайте Что-нибудь Споем Ну Что-то Надо Наспеть Такое Чтобы Было Понятно Давайте С той Которой Я стал Чемпионом Нет Саша Уже Рубнролл Мы только что Спели Колбойский Демон Вот ты всегда Торопишься Куда Это ты не торопишься 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще такой вопрос. Губные гармонисты, они сильно отличаются друг от друга, допустим. Есть блюзовый музыкант, он никогда в металл не будет играть, например. А по губным гармошкам они универсальные такие ребята в основном? Ну, в основном, вот у меня все гармонисты, они в основном блюзовые, да? А по блюзу там, ну, не так все, в принципе, тут больше надо выразительности, чувств каких-то вкладывать по технике, там я не скажу, что прямо что-то вот такого. Каких-то скоростных пассажей нет, каких-то таких сложных техник. Ну вот, на самом деле, на гармошке есть вот ребята, которые вот на такой маленькой гармошке могут играть хроматически, то есть здесь можно тоже научиться сыграть все нотки, потому что вот она вам многим, Дженни, говорит, мне нравится, когда бенды играешь. Вот на гитаре Сергей знает, что такое бенд, бенд такая подтяжка, ты бьешь, ну, а здесь наоборот, здесь с бендом получается такая вещь, что ты ноту понижаешь, я причем ее могу довольно сильно понизить. То есть здесь бенд идет вниз, и вот используя эти техники, можно недостающие нотки заменить. Они звучат не так, у них другая тембральная окраска. То есть я вот сыграю гамму теперь просто вот, тут все как бы чистенько. Вот в серединочке гармошки четыре дырки, здесь отверстия, вот они позволяют сыграть домажорную гамму, ну, на дождь, на дождь гармошке. А на первых четырех отверстиях этой гаммы не сыграть, там просто нет ни фа, ни ля, их приходится брать бендами, и у них совершенно другой тембр. Вот фа, она такая. То есть я на одном отверстии могу взять три нотки, вот их так вот. Можно и глиса, надо плавно взять, вот, то есть понижать, а можно отдельно, вот каждый полутончик отдельно выделить. Ну, вот на это надо много времени потратить. И есть и в верхней части гармошки тоже можно там передувать. Вот я играю ля, ля бемоль, ля, си бемоль, то есть на полтона выше, на полтона ниже, все на одном отверстии. Ну, вот на это нужно времени потратить. А если просто так вот, ну, знаете, есть... Я вот еще, вот, к слову о гармошках, это как типа мастер-класс там был заявлен, да? Вот эта маленькая гармошечка, она диатоническая. На ней, вот если объяснять по-простому, это как будто... Как будто клавиатура пианино без черных клавиш. Просто вот одни белые. До, реми, фа, соль, а си, до. И других ноток нет. Другие нотки нужно специальными техниками брать. Но на самом деле немало мелодий, которые можно сыграть чисто вот по диатонике, чисто вот на этих, на белых клавишах. Если не брать там какой-то блюд джаза, что-то вот народное. Вот и все. Вся гармошка. Как бы и объяснять не надо. Но для этой цели лучше взять немножко другую гармошку. Вот такая вот. Тремоло. Мне не очень нравится звук тремоло. Тут язычки немножко, чуть-чуть специально расстроены, чтобы давал и такой разлив. Господи, вверх ногами. Слышите. Кому-то нравится. Мне не очень нравится. Я вот играл бы на этой гармошке только в один ряд. Ну, на ней вот всю эту гармошку возьми с руки и сразу хочется играть. Танас сама как будто с какими-то эффектами дополнит. И тут тебе и хорус, и фленджер, и все, что на свете, сразу как будто в одной гармонии. Для целиков. Про гармошки еще расскажите, какие они еще бывают. Или в целом два вида, хроматическая диатоническая. Нет, хроматическая и вот эти диатоническая. Вот эта гармошка, она тоже диатоническая, вот такая большая. Вот если вы видите дырки в два ряда, это значит гармоника тремела. Она хороша для народных мелодий, для каких-то простых, вот таких несложных. Здесь, конечно, хроматизмов практически никаких не сыграешь. Ну, либо их так можно средуцировать, как бы не сыграть. Ну, как на ней сыграем мурку, да, когда попросят хулиганы. Ну, нет на ней полтонова. Это вот такая особенность. А весь клесмер, вся околоеврейская музыка, а у нас все композиторы так музыку пишут. Вот даже эстрадные, они все равно все оттуда. Недавно вспоминали 100 лет российского джаза. Я ничего против не имею, ну, как вот назвали, 100 лет российскому джазу. Великие русские музыканты. Сфасман, там, Каплер, Леонид Утесов. Лонгстрем. Да, Лонгстрем и все прочие. Все русские. Да, все. Как бы, нет, они русские, живут в России, значит, русские. Но музыка, вот она оттуда идет. Какие техники бывают, кроме бендинга, что еще-то? Ну, кроме бендинга, наверное, еще тут еще на гармошке часто играют трели. Вот так вот, когда башкой вертят и... Ну, как бы, интересно звучит и в блюзе, и в каких-то других, как фишечка какая-то вот такая. Потом можно играть октавами, там, когда закрываешь язычком своим собственным отверстие, играешь, там... Ну, это как блокировочка, просто язычком прихлопываешь, такой слэп идет. Как на гармошке настоящая пулетка. Да, получается, как на гармошке. Вот папа мой, говорит, вот так, играй, так мне нравится, когда ты играешь. А эти все твои. Ну, что это за завывания такие? Ну, как и в жизни, надо язычком поработать. Вот. Ну, как бы, да, собственно, и все. Чагинг там еще есть. Чагинг. Вот, чагинг, это примерно то же самое. Ну, в блюзе часто используют такую технику, чтобы немножко поиграть, обозначить что-то. Ну, там, когда гитарист играет какое-нибудь там свое соло, можно так вот гармошечками аккорды просто подзвучить. Вот, собственно, вся особенного тут ничего нет. Одноголосый инструмент, по сути, но можно играть там где-то интервальчики, можно брать там октавы, допустим, или какие-то там терции. Но не везде и не любые. Потому что я увидел как-то в Ютьюбе или где-то там у девушки язык был разрезан на две части. Думаю, наверное, блокировать ей удобно, наверное. И тут, и там может дырки затыкать, какие не надо, и будет классно звучать. Поиграем что-нибудь? Давайте поиграем, давайте на хроматике что-нибудь сыграем такое классическое джазовое. КОНЕЦ 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 Спасибо. Вот хроматика для таких вот вещей, она хорошо какой-то, потому что на диатонике все равно этого не сыграть. Слишком много бемоли диезов в ключе, и как бы, вы знаете, чтобы вот обмануть всю эту технику, да, и что мне же... Если бы я один сам был, а сам, без ансамбля, то мне бы, наверное, хватило двух-трех гармоник. А также, ну, приходится вот целый чемоданчик носить, да, потому что не... Ну, просто играешь с разными музыкантами, у них у каждого свои причуды, свои тесситуры, свой диапазон. Одному удобнее петь в е-бемоль какой-нибудь тональности, а у меня такой гармошки нет. И я стою, молчу. А вот чтобы как бы ни от кого не зависеть, потому что идея-то тем хороша, что... Ну вот, кто играет на гитаре, тот знает, что есть такое устройство специальное на гитаре, называется каподастра. Оно позволяет поставить барре на любом ладу и, в принципе, играть открытыми струнами, ну, как вот на блатных аккордах, условно говоря, в первой позиции, да, с открытыми струнами. Ну вот, и как бы хитрого ничего нет. Я вот недавно был здесь на концерте, бронемер приезжал. И смотрю, он поставил на пятом ладу себе каподастра и играет все в реминоре. Я думаю, вот мне бы такого музыканта, я бы ему, ну, наверное, подыграл бы что-нибудь. Мне удобно, а гармошек много не надо. Он примерно все в той-то анализе, в какой ему удобно петь, вот в ней он и играет. Это, конечно, хорошо. А когда вот я прихожу, послушал, какая-то... А, м, си-бемоль, бам, нужную гармошку взял и пошел играть. Уж играть-то я умею, да, потому что дуть-то все равно надо в те же самые отверстия, какие ты дуешь. Но взять нужно другую гармошку, и звук будет другой, там, выше, ниже. Вот вся технология. Как будто каподастра сдвинул на гитаре, и все, играет точно так же. Вот вся хитрость с этими губными гармониками. Поэтому их всегда так много. Обычно губной гармонист выходит, у него тут целый патронтаж. И сколько их в комплекте? Ну, сколько у тебя тональности? Двенадцать, да? Вот двенадцать гармошек, это минимум должно быть. Ну, вот у меня вопрос, есть ли такой инструмент, который заменяет? Вот это все? Да. Не, ну, понятно, аккордиома там. Вот этот инструмент все заменяет. Маленький. Вот этот вот, хроматический. Но на нем ты из таких фишек не сыграешь, как сыграешь на гармошке. У него бенды не очень хорошие, он там, ну, можно даже чуть-чуть. Но это как бы немножко не то. Там можно мощнее это сделать. Там интервалы другие. Потому что она вот под блюз заточенность. Ты играешь блюз, то вот, знаешь, что, пришел какой-то анализ играет. Ну, вот сегодня, там он, ему плохо, он, давай, говорит, сегодня. Я вчера гитару немножко перестроил на полтона ниже. И играю в открытой позиции. Ну, они все любят в ми играть, допустим, да? У них любимый, это анализ, там, блюзовый квадрат. Ну, вот, и как бы, и что мне теперь, другую гармошку где там взять? Мне тоже, я же не могу на полтона. Сейчас сделали такой вот MIDI-контроллер в виде гармошки. Чего хочешь туда, как бы, играешь. Ну, он сам-то не играет, он играет, ну, как на фону сейчас, знаешь, современные инструменты. Там можно, ты любишь играть в таких малоальтерированных тональностях. В ля-миноре, например. Ну, ты играешь в ля-миноре. Я в ля-миноре могу любую песню сыграть, да, на пианино, допустим, да? Ну, такую вот, эстрадную, да, в которой там... Ну, а она хочет, чтобы мы играли в соль-миноре. Я в соль-минор не смогу сыграть, я не знаю, аппликатуру опять учить. Я просто там, чик-чик, крутанул два раза, на тон все опустил. И играю то, что ты как в ля-миноре, только теперь... Для меня это ля-минор, а звучит соль-минор. Вот и все. Хитростнее, как Каподастрин дверь. Ну, по идее, просто проще использовать в разных, да? Ну, кармон, да? А что-то не так дорого и не так тяжело. 12 гармошек таскать соль. И не скраивать. Ну, ничего по-другому никак. Серьезно, никак ничего не сделать. Вот такая вот история. Какую музыку вы слушаете вообще? Ой, я сейчас подписался на канал в телеге, классный. Мне каждый день приходят. Вчера АХ прилетела. Позавчера... Как слышишь? РЧСП там, как называется? РХЧП. РХЧП. Лет хр... РЧП. Да, свежий, 22-го года альбом. А тут... А три дня назад Антонов. И как бы, вот знаешь, что прилетело, а то и слушал. Ну, как бы на день у меня есть, что послушать. Ну, а любимые какие-нибудь? Любимые? Чтобы вы с собой взяли на необитаемый остров. Нет, на необитаемый остров. Что-нибудь надо взять и свое играть там в одну калитку. Я не знаю, как бы. Я не такой меломан. Как-то я остановился в развитии. И у меня ничего не получается, как бы, слушать вот современную музыку. Не знаю. А в молодости что слушали? В молодости что слушали? Что удалось переписать у друзей на бобину? Вот то и слушали. Битлы пришли, битлы, квины пришли, квины. Дипепл пришел, отлично. Назарет. Ну, Назарет. Или какими-то там рокерами или типа битником. Нет, ну как бы битником не знаю. Вот волос-то нет теперь. Я недавно тут ездил с другом. У меня барабанщик, сосед по партику. Вот такой барабанщик. И сейчас играю. Молодец, не бросил. Вот. И мы с ним два таких вот были. Класс единственная. Волосы длинные. Нас не пускали. Недавно с классным руководителем встречался. Она говорит, я вот помню, мы тебя искали там всем классом. Потому что из школы тебя выгнали, а домой ты не пошел. Ну, потому что, ну, как бы, там еще и деньги же надо было на эту парикмахерскую найти. Это худо-бедно. Сорок пять копеек-то надо. Все равно было. На эту стрижку. И как бы не знаешь, что это делать. Вот. Хитрили по-всякому. Из-за уши волосы. Иначе я надевал на голову пакет от картошки. Знаете, такие раньше были сеточки. В сетках продавали картошку, яблоки. Вот так вот надеваешь на ночь. Утром встаешь, такой прилизанный весь. Так у тебя вроде волос нет. Спрятал вот так вот под воротник. И вроде тебе прошли. А то военрук, наверное, фигурует. Ручкой проводит. И все, давай в парикмахерскую. Ну, это уже девятый, десятый класс. Ну, вот как бы вот мы такие были. Ну, клеша там носили. У нас какой-то культуры суп не было. Мы никак себя не позиционировали. И никаких названий не было. Дядя меня звал Битлз. Ты говоришь, что Битлз? Битлаки, Битлаки. Да, да. Волосы длинные. Клёвши, паплы. Да, как бы. Битлаки. Местные Битлы. Вот. Ну, их и слушали. Битлов много, конечно, переслушал. И как бы много и переиграли чего. Ну, как бы вот из таких, ну, как-то вот. Меня, и вроде это и не блюз, и как бы совсем. Я очень погружен был. Криденс неплохо относился. Я много чего в них играл. Много чего снимал. Я, собственно, на гитаре научился играть под Криденс. А на гармошке? А на гармошке нет. Ну, тоже стал вспоминать Криденс. Чего, знаешь, слов не знаешь, текстов не было. Снимал на слух. Приходилось же бить. Не ты один такой. Не ты один такой, да. Вот так вот и жили. Такой был вакуум информационный. Потому что перепечатывали фотографии, там, альбом, один альбом привозили в город. Ну, взрослые пацаны лет, которым по 20 было после армии. Они покупали в складчину этот альбом, потом разыгрывали, кому он доставался. Остальные получали по первой копии. Ты вот у кого-то там договорился, пришел к нему со своим магнитофоном и переписал. Сейчас уже какая-то запись получилась. А потом у тебя. Да, да. А много у вас своих песен? Нет. Все, которые мы знаем? Все, которые вы знаете. Я вообще песен никогда не писал. Это меня вот пробило что-то первую... Пошли, делай, начало. Да, последний год-полтора. Как на базу попали. Да, как на базу попал. Кстати, вот с гармошечка я сюда впервые вышел на открытую сцену. Вот песня... Стихи Сергея Балашова. Хорошо, у меня друг есть в Питере, он стихи пишет, поэт, марафонист. Играет в марафон поэтический. За неделю надо написать вот столько-то песен, ой, столько-то текстов на такую-то тему. Он, как бы, легко у него дается вот это, как бы, я поражаюсь. Ну и так вот еще, там, пара-тройка. Вот, а тут, да, что-то какую-то песню написал. Женя говорит, о, классная песня, давай ее издадим. На всех площадках музыкальных пусть крутится. Давай, говорит, приноси там. Мы сведем, пересведем и туда на лейбл на какой-то отправим. Я, ну, у меня есть, я взалил в контакт, ну, что-то, кто-то послушал, хорошо, никто не послушал, хорошо. А тут прихожу, станция Алиса стоит, я говорю, Алиса, включи Леонид Нагаев, пусть будет блюз. Она, бамс. У меня дочка говорит, ничего себе, я говорю, а вот так вот. Мне друзья пишут, твоя песня на Яндекс.Мьюзик, твоя песня на iTunes, твоя песня, как там еще какая-то шняга есть? Да, 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 есть еще там что-то, не знаю. Вот, и как бы... Давай дальше издавать. Давай дальше издавать. Давайте послушаем. Да, пусть будет блюз. Пусть будет блюз, ну, пусть будет блюз. У меня Алиса это не поет, я только в контакте их послушала. Алису надо научить. Надо научить. А я ей не задавал такие кровольные вопросы? Да кого-то надо. Спой, спой. Попробуй. Можно было Женю попросить подыграть. Алису. Алису. Попробуй. Алису. 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 Живем на взводе, Душа болит, Друзья уходят, Инфаркт, ковид. Мы все не вечны, Чего я злюсь. Пульс бесконечный Играет плюс. Ненастный вечер, Уютный папа, Его гитара, И мой блюз-харт, Гармошка и струны, Святой союз, И вечно юный, Наш старый, Добрый блюз. Над барной стойкой Завис плафон, Включаю комбик И микрофон, Добавлю гейна На перегруз, И вдохновенный Сейчас для вас сыграю Блюз. Плесни, хозяин, Не надо льда, Сегодня виски мне, Как вода, Такси у входа Пойду просплюсь, А завтра снова Пусть будет блюз. Пусть будет блюз. Пусть будет блюз. Спасибо. С кем вы из мировых знаменитостей Выступали или знакомы, может быть? Ну, знаком, даже не знаю, Чего тут сказать-то. У меня мои знаменитости, Они какие-то не очень знаменитые все. Ну, да, были у меня встречи, Очень интересно. Ну, на фестивалях, естественно. Там все эти музыканты, Которым вот мы, Играющие на губных гармониках, Люди так благоголеем, Они все доступны, К ним можно подойти, Чего хочешь спросить, Чего хочешь узнать. В общем, как бы все по-простому. Никаких вот сложностей, Как совсем вот недавно я разговаривал с музыкантом. Гармонист вот такой. Константин Красноперов, Он из моего города Сурала, Из Чайковского. Недавно его показывали в передаче у Андрея Малахова. Он прислал мне ссылку, Я передачу не смотрел, А ссылку посмотрел, Там частушки пил, Играя на гармошке. У него папа лучший гармонист в России был, В топ-10 играл. На какой гармошке. Участники передачи Играй гармонь, Там все такое. И вот Костя тоже как бы продолжает. Теперь папа не стал, Он продолжает дело отца, Пишет песни сам. И вот он играл на фестивале Евровидения у нас в Санкт-Петербурге. Хотел подойти к Пелагею, сфотографироваться с ней. Ну, не подпустили, Она сама как бы не разрезает. Ну, что тебе казалось-то? Трудно что ли? Одним делом, вместе на сцене работали. Он говорит, я вот не понимаю этого. Ну, не толпа же зрителей. Нас там не так много участников-то было. Человек, наверное, 30-40 даже с каждым. Ну, когда на базу музыканты приезжают, Они никому не отказывают. Хоть там какие титулованные. Пожалуйста, автограф. Сфотографироваться. Ну, и когда я был на фестивалях, У меня одна такая встреча очень мощная. Один есть очень сильный, знаменитый в наших кругах гармонист. Его зовут Жан-Жак Мельто. Он француз. Приезжал в Питер в 2007 году. Я был на его концерте в Москве. Потом он в 2009 году приезжал в Питер на веранду. Там какая-то джазовая веранда. Был такой фестиваль на Елагином острове. Я тоже как бы съездил, посмотрел. Когда в Москве, мы с ним даже поговорить смогли. То есть я подошел, его что-то спросил. Ну, он как-то не очень хорошо. Ну, наверное, я его неправильно спрашивал. Не о том. Я его спросил, а вы знаете жену вашего президента? Он говорит, да. А она была фотомодель не этого, а в предыдущем. И записал альбом музыкальный. Неплохой альбом. И у нее играл кто-то на губной гармонике. Я говорю, ты знаешь, кто у нее играл на губной гармонике вот в ее альбоме? Он говорит, не я. И все. Больше это разговаривать со мной не стал. Ну, ладно. Ну, так что-то как-то. Потом я еще вопрос задал. Вроде как нормально. Ну, а потом сфотографировались мы тоже. Потом, через много лет, в 2012 году, я поехал во Францию на фестиваль, где он был хедлайнером. У него новый проект, новая группа. Он набрал себе поющих негров. Шикарная просто программа. Он только на гармошке играет, сам не поет ничего. Он богатый человек. Он буржуа. Нигде не работает. У него свой клуб в Париже. Называется Утопия. Вход только у меня. Дочка была в этом клубе. Я нет. Там вход только по каким-то паролям, явкам. Туда просто так не пускают. Нужно членом клуба быть или с кем-то из них прийти туда. Жан-Жак Мельтон. Я приехал на фестиваль. Послушал перерыв. Пошли. Вино, сыр, фуршет. Я подхожу к нему. Говорю, здравствуйте. Я говорю, вот из России. Приехал специально. Он говорит, ты агент КГБ? Нет. Я говорю, нет. Я говорю, слежу за вами. За вашим творчеством. Вот. Ну и как бы поговорили, сфотографировались. Я фотографию достал. Он подписал. Там мы с ним вместе. Но тогда у меня фотографии-то не было. Был только фотоаппарат. А вот потом я уже напечатал и отвез ему. Он подписал. Да, да. Говорит, я что-то вспоминаю. Ну, ладно. А потом дочка вышла замуж. И уже мелкий родился. Ему было, наверное, года три. И они играли концерт. Где-то в предместе Парижа. И Мельто был на разогреве у моего зятя. То есть поменялись такие партии. Там, наоборот, зять играл в первый сет в самом начале концерта. Амельто завершал. Ну и как бы они вместе сфотографировали. Он говорит, я подошла и сказал. Говорит, месье Жак. В 2012 году мы с папой специально приехали сюда на фестиваль. Чтобы вас послушать. А теперь видите, что получилось. Вот, говорит, результат этой поездки. Он говорит, это моя вина. Что вот малыш такой уже большой вырос. Ну как бы... И вроде как бы и ничего. Но он сейчас тяжело болит начал. Ему лет уже много. У него там начались... Как это называется? Паркинсонские всякие дела. Вот. Ну и конечно на этих фестивалях все вот как звезды. Американские блюзовые гармонисты. Европейские блюзовые гармонисты. Имена которых названы. Стив Бейкер. Не знаю. Наверное, вам ничего не говорит. Но это английский. Сейчас в Германии живет. У него группа называется Blue Sculpture. У него играет гитарист Эбби Валенштайн. Такой классный тоже гитарист. И Джерри Портной. Слышите? Вот фамилия какая. Да? Американец. Ну какая-то... Ну у него кто-то был из Одессы. Потом они уехали в Америку. Он сейчас тоже такой очень известный гармонист. Из молодых вот американский есть такой Джейсон Ричи. Такой странный мужчина. Не поймешь что у него на уме. Как будто он постоянно какой-то укуренный. Но гармонист он конечно классный. Башню сносит. Ну и много других таких вот имен. А так вот из музыкантов ну удалось поиграть с московскими блюзменами. Когда на фестивале бываешь. Последние два года я за границу не попадаю. В этом году съездил на фестиваль в Эстонию. Удалось мне таки вырваться. Долго меня там ждали. Приглашали. Пока ковид. Потом другие причины. Но летом в июле я съездил туда. А пока границы были закрыты. Покатался в Ярославль, Вологда. Архангельск. Вот какие казалось бы русские северные города. Где они, а где блюз. И с джазом и с блюзом в Архангельске все хорошо. Как бы. Вот Марина не даст соврать. Как бы я у нее консультировался. Перед тем как туда поехать. Где там что. Ну там на самом деле не так все сложно. Две улицы буквой Т вот так вот. И весь Архангельск. Ну для меня по крайней мере. Здесь две улицы. Да. А то подумают люди. Это что. Нет. Еще одна есть не главная. Но тоже хорошая. Вот эта вот пешеходная. Забыл как она называется. А чумбар когда точно. Вот. Прямо до рынка идет. Так хорошо. Вот собственно. Собственно. Вот. Как у нас все так доступно. Просто. На всех этих тусовках. Никакого снобизма. Никакого высокомерия. Подошел спросил. Получил ответ. И. Получил глаз. Нет. Нет. Очень доброжелательно все. Ага. На трех языках. Ага. Добрый. 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 В группе. Ленинград. Знаете такая группа? Да. Знаем. Вот. Он играл там на тромбоне. И как-то поехали они. То ли на гастроли. То ли с гастроли. И попал в аварию. Парень сейчас прикован к коляске. Ну на тромбоне уже играть не может. Много. Решил играть на губной гармонике. Вот он сколько. За пять лет он так сильно продвинул. Сейчас преподает гармошку. Детям. В музыкальной школе. Но он играет на хроматике. На диатониках. Вот на таких маленьких не играет. Он профессиональный музыкант. Ему как бы так проще. Очень хорошая у него техника. Звукоизвлечение. Хотя подвижность. Ему печатают на 3D принтере. Специальный держак. Для губной гармоники. Потому что он и держать ее в руках не может. Ну вот так вот. И палец работает вот этот. Которым он может. А так он на колясочке. Передвигается по квартире. Ездит на работу. Он квартиру купил рядом с работой. Вот. У него неплохая школа. Есть еще один молодой человек. Он играет в группе «Альтависта». Есть такая группа. Все слышали? Да, да, да. Не у нас в Кингисеппе, а в Питере. Ребята из Барнаула. Откуда-то приехали с Алтая. Очень неплохая группа. Я был на пару раз на концертах. Там играет Юра Синицкий на губной гармонике и на гитаре. Он не все время играет на губной гармонике. Где надо играет. Я вчера отыграл два сета. Но мне вчера уже гармошки было много. Вот честно. Я одеяло на себя никогда не тянул. Но вчера просто перебрал. В каждой песне это гармошка, гармошка. Ну да, можно что-то сыграть. А тут два часа играю на гармонике. Мне что-то даже... Встал дома, думаю, послушаю, что записалось. Не, не могу я уже это даже слушать. Не могу. Я супругу однажды свою взял на фестиваль. Мы пришли на фестиваль. Два часа идет концерт, гала-концерт. Там все гармонисты со всего мира приехали. В Эстонии были американские, были немецкие гармонисты, эстонские гармонисты. Играл гармонист с симфоническим оркестром на хроматической гармошке. Другие там. Она посиделась. Я говорю, я не могу. Она после первого отделения ушла. Все. Я говорю, ну ладно, еще тогда. Вот завтра будет вручение медалек. Там все. Я говорю, мне надо на саундчек идти. Ты потом приходи. Мы с ней... Она говорит, ну давай. Я говорю, пойду в торговый центр. Я говорю, ну ты приходи. Я говорю, я всегда говорю, даже никто меня не фотографирует. Ну, хоть ты, говорю, сфотографируй-ка. Я вот выйду так, покажу призы там. Джури на сцене. Все так красиво. А ты, говорю, меня сфотографируешь. Хорошо. Во сколько? Ну, как обычно, в 6.30 начало. Ну, подходи там. В 6.30 подходи, говорю, и все. Ну, времени 6. А мы еще отчекались. Уже все сидим. Уже идет. Началось все. Бамс, бамс. Я на треногу поставил фотоаппаратик свой маленький. Тогда не было телефона. Такие фотоаппаратики были. С флешками. С картами. И вот он, ну, думаю, запишу видео. Потом там нарежу кадриков. Сам, думаю, так сделаю. Все мне вручили. Медаль выдали. Как бы там. Сертификаты вручили. Ну, как бы. Ну, что? Они пришли. Думаю, я уже беспокоиться начинаю. Она приходит. Счастливо. У нее там полные пакеты шопинга. Ну, она получила то, что хотела. Тоже доволен, как бы. Я говорю, да ладно, еще с ним. Пошли тогда, говорю. В кафе посидим, говорю. Мороженого поедим. Обмоем эту победу маленькую. Вот. То есть не всем заходит этот инструмент. Ну, самому иногда не хочется тут его слушать. А иногда к месту надо. Много не надо. Вот Джека что-то написал. Будем поговорить, говорит, там по репертуарной политике. Я говорю, да, надо вот тут убрать лучше что-нибудь другое. Ввести какой-нибудь другой инструмент. Или просто поменьше его сделать. Это я вот так уже себя успокаиваю. Нет. А Ася говорит, нет. Как нет, Витальич говорит, не хочу, говорит, играть. Не то настроение. Ну, может быть. Я просто постою на сцене. А кто ваш слушатель? Как вот? Или такая музыка для всех? Или не для всех? Да нет. Я, конечно, предполагаю, что целевая аудитория такая... Вот пришли люди, сели за столики, заказали себе что-то. А я тихонечко для них что-то играю. Так мне нравится, мне хорошо. Не нравится, но послушали. Понравилось, похлопали. То есть, мне вот, как бы мой формат, это какое-то кафе небольшое. Какой-нибудь там вот как паб, да? Или там что-то. И я вот потихонечку бы играл там. Это не концерт концерт. Пришли и все вот так вот на тебя смотрят. Это мне не очень комфортно вот в таких условиях. А так вот тихонечко играешь. И, как бы, ну, такой фон создаешь, настроение. Чил такой идет. Ну, и люди, соответственно, ну, как бы... Ну, молодежь, наверное, не будет такую музыку слышать. Это совсем молодежь. Лет от сорока пяти, наверное. Так, наверное. Поиграем? Ну, давайте что-нибудь поиграем. Не кафешечку, а хороший ресторан, которых у нас в городе не хватает. Именно, именно хороший. Хороший? Хороший ресторан, хороший публика. Был я в городе, играл. Да. Мне понравилось. Они деньги платят, я играю. Перерыв между экскурсиями, сорок пять минут на прием пищи. Автобус приехал, все сели за столики. Я включаю свои фонограммы, играю сорок пять минут. Они за это время, они так как бы первое кушают, торопятся. Второе уже так поспокойнее. А когда уже чай, кофе и булочки, они уже начинают понимать, куда они пошли. Да, они уже начали слушать. Ну а тут уже как бы в живушь. И все, посуду убрали. Тут же как бы новый автобус пришел, снова все сели. И я снова играю ту же самую программу. Вот это мне нравится как бы. И надо же где-то порепетировать. Меня не обижает, что люди вкушают, выпивают и ложками немножко гремят от тарелки. Ну что делать? Так оно и есть. Курчанов Артем передает большой привет. Курчанов Артем гимназист бывший. Ой, сколько у тебя этих бывших? А всех? Не всех. Полгорода. Бусы! В Таунском порту В пробойной порту Жанна это поправлял Так и лаж Верси, чем уйти В далекие пути На землю был отпущен экипаж Тут сутка улица По темным улицам И клюши новые Ласкает приз Они идут туда Где можно без труда Найти себе и женщин имена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я пытаюсь объяснить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok У меня последние несколько вопросов Ну давайте Не знаю, может быть люди Что-то еще будут спрашивать Что было самым сложным В изучении За пройденные годы В Агармонике? Да ничего сложного нет Проблемы все только мешали Вот когда я стал играть много Ну чуть-чуть пораньше Чем ушел на пенсию Ну где-то на года С семнадцатого Я понял, что надо Как-то поменьше на работу И побольше на хобби А в восемнадцатом году Меня на два года раньше Выпустили на пенсию Я там попал под чернобыльскую скидку И мне два года скостили В итоге я мало того, что Успел выйти на пенсию Вовремя Так еще и на два года раньше А если бы я выходил вовремя То есть в двухтысячном году Как было положено То я бы попал И мне бы что-нибудь продлили Это удовольствие по работе А так я успел заскочить В последний вагон уходящего поезда Ну и как бы И с папой последние два года провел Потому что он так Ну требовал себе внимания Ну а теперь как бы Как вот Здоров вроде Платежеспособен В силе И мобилен Свободен и активен Да, да, да Вот так вот И каких-то других Вот понимаешь Откладывать ничего не надо Вот как бы Как там говорят Какой-то Слышал недавно умную фразу Дорога под именем Потом Ведет в пункт Который называется Никогда Ну то есть вот так Все откладываешь Откладываешь Прокрастинация Это вообще мое любимое Это наверное Я один такой Все откладываешь Откладываешь Мне вот как бы Здесь комфортно Почему? Потому что вот Здесь человек такой Жека Вот он тут написал Что дескать Леонид там Вдохновил И мы стали тут проводить Джемы На этой вот На этой площадке Ну идея наверное была И раньше возникала такая Но что-то вот Как-то меня тут зацепило Думаю Ну давайте Давайте Надо Не надо Ну как бы Ну давай Давай Одного другого Этот нет Этот нет Вроде туда Этот вроде согласен Ну давай Попробуем Попробуем Ну давай Вот нужен Хоумбэн То есть ансамбль Который будет играть Умеет А мы будут выходить Тут солировать Каждый Показывать Кто на что там Горастый И что Кто что умеет Ну как-то тяжело Вот так вот Собраться Вроде коллектив Вот он скоро Будет репетировать Давайте мы составим Сет Песен Список Которые Вот вы Учитаем Этот хоумбэнд Ну А компонирующий состав А вы потом Будете приходить Солировать В итоге Это все Откладывалось Откладывалось А потом Жека говорит А давай сделаем И все И как бы Знаешь Я почему Всегда что-то Переношу Срок Переношу Потому что Хочется какого-то Перфекционизма Хорошо Чтоб было А вот Жень Она тоже Как бы Любит Чтобы было Хорошо А главное Чтобы было В плане Вот в плане Он что-то Сказал мне Какой Я говорю Вот как Не помню Раньше Не знаешь Там вроде А что у нас По плану Открываешь А по плану У нас вот это И как бы Уже и думать Ничего не надо Он говорит У нас вот в армии Так вот Я так По-моему Что-то ты сказал Типа что Вот она Значена И все И будет Значит И как бы Раз И вроде Получилось И все Тут как бы Только идея Вот идея То есть я могу Сгенерировать идею Воплощать ее Как-то У меня уже То ли Духу не хватает Решительности Какой-то там Нерешительности Много А вот все Будет И будет Это педагогическая Привычка Может быть Это уже Просто авторитет Есть же Молодые Кто сделает Добро дал Все Остальные Делают Вот Песенка Так и называется Продавец Идеи В ненастный вечер В дождь и снег Дыханием руки Сидит прохожий Человек И продает Идею И кричит он Коченея Ищурясь На свет Купите Идею Купите Идею Всего за пять Монет Моё открытие Гениально Как сделать счастливым Весь свет Это случится Почти моментально Стоит идея Всего Пять монет Его окружают Идею Идею Монет Если есть А гений Монет Ненастный вечер В дождь и снег Дыханием руки Дыханием руки На базу Все таки Знаете Удивительное место Может оно Эстетически Как то Не так выглядит Как бы хотелось Перфекционисту Но По атмосфере И По возможностям Себя реализовать Показать Потому что Я рассказываю Друзья Мне никто не верит Что В таком Как бы В нашем городе Есть такая точка Где Столько Интересного Проходит Это и Открытые микрофоны И И Просто Концерты И привозят музыкантов Из Санкт-Петербурга И приезжают Какие-то Из других Городов И То что Здесь проходят Кинопоказы Я правда Ни разу не был Но хочется прийти Как будет только Фильм Который мне Захочется Познать Закажи Сделаю Закажи Сделаю Вот Плюс Выставки Фото И Художественных Графических Каких-то Работ Как там Сушка Называется У тебя По-моему Сушка Была Вот Как-то Тут что-то Видимо Я так понял Что На веревочках Развешиваются Поэтому Сушка Сушка А И сушки И татушки И субкультуры Поддерживаются Что-то Как бы Это все на энтузиазме Или это как-то Это все на энтузиазме А где наша Молодежная политика Городская? Это к вам Стесняюсь спросить Хороший вопрос Они в этом зале Спрашивают С ними ничего не получилось У них политика А здесь У нас тоже Мы не политика У нас вчера Борис был В гостях На нашем концерте А у вас вчера Здесь был концерт? Да Вчера большой концерт был Да Лидий Твитанович Участвует Два часа Со сцены не уходил Участвует В дух Почему мы об этом Не знали Вот про сегодня Сказал А про вчера Афиши все вконтакте В инстаграме Подписывайтесь Я заходила на базу Я ничего не увидела Там в закрепе Висит афишка Да Ну значит Измените Леонид Витальевич Вопрос Вот Вы Как бы говорите о том Что Все прекрасно Здесь выступаете Но Вы катаетесь По разным странам Нет Уже не катаюсь Нет Ну я имею в виду Что у вас богатый опыт Я имею в виду Насколько это важно Для артиста То есть Да все важно Уехать Я столько денег Из дома Уехать из дома Лучше бы я какие-нибудь Уроки выбрал По этому Ну вот я приезжаю На фестиваль Я посетил мастер-класс В Москве Мастер-класс стоит 800 рублей В Тросингене Ну в Германии У мирового У мировой звезды Мастер-класс стоит 10 евро Ну по тем временам Это было 400 рублей Вот понимаешь Даже про то И у них К нему можно прийти И посмотреть А у нас все Как бы только Ну надо И потом надо Преодолеть себе Что-то И начать Куда-то выходить Потому что Ну Так можно Просидеть И все И жизнь И жизнь пройдет Пройдет Вот как Я честно тебе говорю Что вот Ну Когда тебе уже За 60 Я понимаю Что активных Может быть лет 10 Еще остается А через 10 лет Мне самому ничего Не надо будет Сейчас вот еще Пока сверло есть И оно сверлит Там И вроде Хочется что-то Да Ну и тут опять Вроде люди молодые И с ними Как-то И сам вроде Не старый Хотя может быть И наоборот Вот я скажу Что наша группа Асин Шаров Без тебя бы Ну очень скудно звучала Ну спасибо Мы бы наверное И не продолжили бы После Пару концертов Ася просто Обожает Обожает тебя Ну я Асю тоже Люблю Она очень похожа На мою Младшую дочку Я на нее смотрю Иногда Прям просто Ну Она тоже такая Худенькая Черноволосая Такие Длинные волосы И как бы Я ее уже И забываю Раз в месяц Я Асю чаще Вижу Чем ты Кстати завтра Репетиция Кстати завтра Репетиция Да Спасибо И приземлили Вчера здорово было Вчера классно Нет Вчера мне кажется Было очень много Гудной гармоники Нет Не было Но это мы потом поговорим Какие планы на будущее На будущее На будущее какое Ближайшее Или вообще 28 числа Ну на Будущее В следующем Будет У меня 30 Как тебе сказать 30 Мы устраиваем Музыкальную тузу В Санкт-Петербурге Ну вот то Что началось В 2007 году Гармонисты Мы так гармонистами Продолжаем собираться К нам иногда приходят Гитаристы И В следующее воскресенье На Московском проспекте Дом номер Не помню Там есть Паб Вудрок Называется Проходит очередная туза И я там заявлен Как специальный гость Ну вот У меня такие Надо у них Отыграть Хороший сет Будет Так чтобы Ребята Поняли что В воскресенье В следующем То есть Получается Очень насыщенно У меня вот эти Две недели Они прямо Как раз Двадцать шестого Порепетируют Да что там Репетировать Тот джем Репетируется Да Как бы Нормальность Публика Хорошая Свои же Все Все тебя знают Вот Так что А так Зима Сейчас холодно Будет На базе Мне как бы Вот это Не нравится То что Здесь приходишь И здесь Ну может Сейчас Новые гаджеты И будет Посуше Топим газом Раньше Прошлой зимой Я помню Прямо так Гитару ставишь И она влажная Там слез Она влажная Да Это точно И стены Плащики Ну ничего Четвертый год Выживаем Выживаем И этот А другой площадки Не найти в городе Площадок Масса Так она Надо 1600 в месяц За них платить Да Ну это Часто А так больше Так больше Нету Ничего Химики Нас отремонтируют Поговорим Когда вас еще Отремонтируют Очень скоро Очень скоро Очень скоро Это когда Еще сыграешь Что-нибудь Да Ну давайте Да и будем закругляться Спасибо огромное Дорогие друзья Что пришли Это как-то получилось Сумбурно Все Нормально Нормально Мне кажется Очень интересно Спасибо Я рад вас всех Поветать Такой Необычный Шумок Я бы В жизни Не догадался Что придет Сергей Со Светой И Ольга С Надеждой А позвал И пришли А позвал И пришли Вот да Я ей говорю На сегодня позвал А на вчера Не позвал Безобразие Вообще Выговор За весенню Высшее дело Следите за новостями Приходите Мы живем Чисто на донаты Так что Не забывайте О них тоже Думаю На норде Буду вешать Не играли Раньше Нет Кто с ним заходит В контакт Я не забываю Общий Наверное Вы ошибаетесь Зачем А Затус Кидывает Раз месяц Смотрел Там На месяц Все расписано Нет Вопрос не Я помню Месяц Я завтра Не помню Чего у меня будет Нет Когда один раз зашел И понял Все классные Я буду отслеживать Нет Не про тебя Не про тебя Для людей Вообще Затус Держава Угру Очень Держава Угру Я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Пошли нормально, пошли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Девочки Дима Торзок Дима Торзок